Добрый вечер, мои дорогие! Сегодня я хочу вам прочитать сказку «Медведь и Барбос». Была у мужика собака, звали ее Барбосом. Пока Барбос был молод и силен, хозяин кормил его. А состарился, хозяин забыл и думать о нем. Отощал Барбос, еле ноги передвигают. Вот и говорит хозяин своей жене. Гони, жена Барбоса, со двора. Что его хлебом задаром кормить? Прогнали Барбоса. Пошел он в лес, а навстречу ему медведь. Здравствуй, пес. Куда идешь? Иду, куда глаза глядят. Что ты, пес? Ход больно. Как же мне толстым быть, коли я от голода чуть жив? Пока я молод и силен был, кормили меня хозяева. А старость пришла, со двора согнали. Видишь, правда-то у людей какая. Плохо твое дело. Есть-то тебе, небось, хочется. Еще как хочется-то. Пойдем со мной, я тебя накормлю. Пошел Барбос вместе с медведем. Шли они, шли. Попадается им теленок. От стада отстал. Да в лесу заблудился. Обрадовался медведь. Кинулся на теленка. Разорвал его на клочки. Сам поел и Барбоса накормил. Стал медведь с тех пор каждый день кормить Барбоса. Поправился пес. Хоть куда? Ну, Барбос, ты теперь отъелся, говорит медведь. Ступай к своим хозяевам. Что ты, Мишенька? Куда я пойду? Они опять меня со двора прогонят. Иди, иди. Я научу тебя, что сделать, чтобы тебя со двора не гнали и до самой смерти кормили. Научи, сделай милость. Слушай. Пойдет твоя хозяйка в поле жать. Положит ребеночка под кусточек. Я его схвачу, а ты догоняй меня, да отнимай. Принесешь назад ребеночка, хозяйка по-старому станет кормить тебя. Сказано, сделано. Подкараулил медведь, когда баба жать пошла, а ребеночка под кустом положила. Схватил ребенка и побежал. Бабы кричат, ревут, что делать не знают. Тут Барбос погнался за медведем, отнял ребенка и несет его назад. Обрадовалась мать. Ребенка целуют. Барбоса по головке гладит. Пришла домой и говорит. Мы Барбоса со двора согнали, а он нам за добро добром, за зло добром отплатил. Без него не видать бы нам дитя живым. Стало мужику тогда стыдно. И приказал он жене кормить и поить Барбоса до самой смерти. Спокойной ночи, детки. До новых встреч.